Все мы знаем сюжет детской сказки, где зачарованный в чудовище принц становится снова человеком после поцелуя прекрасной девушки. На сцене свободного пространства разворачивался схожий сюжет. Правда, здесь медведя превратили в юношу, но чары действуют точно так же. Когда какая-нибудь первая попавшаяся принцесса полюбит и поцелует меня, я вновь превращусь в медведя и убегу в родные города. Спектакль «Обыкновенное чудо», поставленный по мотивам одной именной пьесы Евгения Шварца, это нечто самобытное. В процессе репетиции артисты старались не ориентироваться на экранную версию. Велика была вероятность слиться и потерять уникальность. Вообще фильм и пьеса «Обыкновенное чудо» это одно из самых любимых произведений. И фильм я с детства знаю наизусть практически. Но при подготовке к данной роли я уже не смотрела, потому что слишком яркий образ Евгения Симонова и прекрасный. Я боялась, что он будет сильно привлекать мое внимание и желание сделать как она. Параллели старались сделать как можно меньше. Но фильм специально не пересматривал, потому что такие актеры, ну по неволе начнешь копировать. По неволе пересмотришь, тут же будешь копировать, поэтому не пересматривал, чтобы ни в коем случае ничего не перенять и старались как можно дальше уйти от фильма. Свет, музыка, костюмы, сравнение с шахматной партией, монохромные цвета. Зрителям заураживает абсолютно все. Постановка симбиоз экранной версии и идеи режиссера Сергея Пузырева и художника Анастасии Копыловой. Как только эту пьесу берет другой режиссер, играют другие актеры, она сразу же становится другой. И естественно каждый режиссер, каждый актер приносит какие-то свои мысли, какие-то свои ощущения и от персонажей, и от самой истории. Поэтому эта история такая, какие мы сейчас. Мы создавали заново какой-то новый целостный мир, в котором есть один создатель. И вот мы представляли, как бы этот создатель создавал своих персонажей из какого-то одного общего материала. Будь то камень, да, он выточил их, или дерево. И поэтому персонажи получились такие графичные очень по силуэтам. Что бы ни происходило на сцене, это любовь. Она центральная линия. Она связующая нить, что проходит через весь спектакль. Правда, у каждого героя она видоизмененная, самобытная. Любовь к ребенку, любовь к деньгам, любовь к юноши и девушке. Пусть меня разразит гром, если я когда-нибудь обижусь. Куда вы пойдете, туда и я пойду. Когда вы умрете, тогда и я. Необычная трактовка пьесы с ловко-закрученным сюжетом. Все по тексту и все не как у всех. Резко отличается от обеих экранных версий. Живой спектакль, в котором нет второстепенных ролей. У каждого персонажа своя минута славы. О любви можно говорить. Можно петь песни. А я, я расскажу о ней сказку. В сказки удивительным образом укладываются рядом обыкновенные чудесные. И легко понимаются, если смотреть на сказку, как на сказку. Совершенно необыкновенным, обыкновенным чудом в свободном пространстве закрыли 44-й театральный сезон. Теперь, уже в сентябре, зрители ждут новые встречи с любимыми артистами в юбилейном 45-м сезоне. Анастасия Гришина, Алексей Нескин, телеканал Первый областной.